Продолжение следует... Мне никак не удается, вы знаете, посидеть снаружи здесь. Тоже вот такое вот красивое место впереди. Но не знаю. Не получается мне посидеть с вами снаружи здесь, потому что... Опять дождь у нас и холод-то. Сегодня у нас плюс 15. Сейчас возьмем пиво. Я немножко иногда разнообразное покупаю. Вот это пиво я взяла. И вот так прекрасно выглядит это пиво. Вот так выглядит цена на это пиво. И вот так выглядит то место, куда я сейчас приехала. Это ресторан совместный с отелем. Мы здесь с вами тоже были уже. Я была обычно на втором этаже. Но вот здесь вот в ресторане иногда я тоже сажусь. И с вами провожу какие-то беседы интересные. Но сегодня, вот видите, тут очень шумно. Хотя вот я не ожидала даже. Сейчас у нас час, около часа дня. Я спросила там на стойке бара, когда покупала свое пиво у девушки, почему так все здесь. Вдруг очень busy time. Понедельник утро. Но она сказала, что да, странно. Обычно в понедельник quiet. А сегодня вот. Я пересела даже на другое место, чтобы показать вам, насколько сегодня у нас здесь полный ресторан. Ну, не сказать, чтобы полный, но вы знаете, достаточно людей. И даже машин очень много там у нас на парковке. Я едва нашла себе место. Обычно, ну, как вы понимаете, всегда можно легко определить, сколько людей внутри, когда смотришь на парковку. Если парковка почти пустая, значит и людей никого нет. Здесь мы частенько в этом вот ресторане. Этот ресторан называется Апли Манер. Это недалеко от моего дома, от Апли Тауэр. Это, значит, вот называется так башня у нас. Вот. Здесь частенько мы бывали тоже с проба с клубом. И вот так вот иногда проходили также наши ланч таймы с этим клубом. Возможно, что количество, большое такое количество людей сегодня в этом ресторане, это потому, что у нас уже начался сезон отпусков. Это середина июня, сезон отпусков. Люди начинают прибывать с основного материка, с Англии. Очень любят англичане отдыхать здесь. И вот, к сожалению, трудно мне иногда включать камеру и показывать вам, вот как много здесь насколько пожилых людей, которые, в общем, ходят вот с такими, вот знаете, такими ходунками на колесиках тройными. Или которые вот в креслах-каталках приезжают. Вот два джентльмена сидят. Вот сейчас примерно покажу. Но за стульем, может быть, вам не видно. Их вот один в таком сёмужного цвета пьёт пиво. Вот один и второй напротив него. Вот они очень пожилые. Вот они сейчас шли оба с палочками. Едва-едва они передвигаются. Но вот они приехали сюда вдвоём, отдыхают. Вот это по поводу того, как англичане проводят свой досуг. И вот рядом там за столом женщина сидит с седой головой. Она сидит на кресле-каталке. Это автоматическое кресло-каталка. Вот так вот. Для нас необычно. Практически трудно даже понять иногда. Потому что у нас многие даже вот мне тут рассказывают, что вот мне 70 лет. А куда я уже могу поехать? А куда я могу уже сдвинуться? Ну что же, у меня уже со здоровьем не важно. Не только что денег не хватает, но ещё и здоровья, конечно. А здесь, вот знаете, ну у них, конечно, и денег хватает, но помимо того, у них ещё есть желание путешествовать и в 75, и в 80 лет. И тоже очень поражает меня то, что даже большинство, если вы поедете куда-то по Англии, вот есть у них автобусные такие вот экскурсии, очень тоже популярные по Англии. Много красивых мест, которые англичане предпочитают посмотреть. Они любят путешествовать по своей стране. Вот они путешествуют на автобусе. И посмотрели бы вы, сколько там пожилых людей. Там в основном пожилые люди. Молодых я вообще никогда не видела. Что сегодня у меня видео, посвящённое пожилым англичанам. Вы знаете, как-то нежданно-негаданно для себя самой. Вот такой репортаж получился у меня конкретно о людях. Не то, что over 60, как они говорят этих людей, называют over 60 старше 60. Но здесь, по-моему, даже over 70 старше 70. Если вы посмотрите, опять же, я, вы понимаете, снимаю видео, пытаюсь делать вид, что я разговариваю по телефону, как я вам уже рассказывала, что так некрасиво снимать просто людей. Они этого не любят. Но поэтому ближе подойти и показать вам я, конечно, не могу. Поэтому вот смотрите, всё равно вам видно, какие все пожилые за столами сидят. Вот пивко своё за разговорами с вами я выпила, друзья. Вот, вы знаете, незаметно время пролетело. Тут у них и Wi-Fi есть. И вообще мне это место нравится. Такое тихое, спокойное. Ну и потом это недалеко, как я сказала от моего дома, мне весьма удобно сюда заезжать, пить. Я обычно здесь пью кофе. Ну вот иногда пью пиво. Прямо испугалась. Вы знаете, вот эта вся, вся вот эта вот компания напротив меня. Они все показали пальцем на меня. Вы видели, да? Я так и испугалась. Думаю, сейчас подойдут, оштрафуют, что я их снимаю или сделают опять мне замечания. Но они, оказывается, всего лишь на всё показали. Сзади меня туалет. И они показали женщине, где туалет. Все дружно. Напугали меня. Друзья, вы знаете, я сейчас взяла вот такую себе, как сказать, привычку. Я показываю вам в туалетах двойные экраны. И вот эти вот замечательные пробки. Помните, да? Историю с холодной и горячей водой, которая отдельно. Хот-вот-а-колт-вот-а. Я не примену вам об этом ещё раз рассказывать. Вот во всех общественных туалетах, во всех барах, ресторанах все краны вот такие вот раздельные. Почему я на это заостряю внимание? Потому что меня всё ещё продолжают спрашивать, неужели это правда? Вот это правда. В Англии краны в туалетах. И вообще везде практически раздельные два крана. Так вот, что хотела сказать. Почему я прихожу частенько в те места, в которых я уже была? Вы знаете, здесь тоже можно отметить такую историю, что когда я прихожу в те места, где я была, меня запоминают чаще всего, помнят, потому что я форен, я иностранка. Как это можно определить? Если я... Пока у меня закрыт рот, естественно, это определить очень трудно, потому что внешность у всех, в общем-то, белых, она как-то одинаковая. Вот. Ну, а когда я открываю рот и начинаю говорить на своём ломаном английском, с жутким прононсом, произношение я имею в виду, то, конечно, сразу спрашивают, что я её камфром и частенько я ей рассказываю, откуда я. И потом так вот меня запоминают, и когда я в следующий раз прихожу, мне говорят, о, здравствуйте, да, мы вас помним. И вы знаете, отношение уже очень хорошее, то есть отношение меняется в лучшую сторону у всех англичан к тем людям, которые уже не знают, что резиденты, которые живут здесь, отношение меняется, потому что те, которые просто приезжают, да ещё вот такие вот иностранцы, отношение соответствующее будет, ну, такое, знаете, никакое, скажем так. А когда уже знают, что человек здесь живёт, то как-то и мне, вы знаете, с этим проще, поэтому я чаще всего прихожу, уже хожу по тем местам, где меня знают. Ну, вот как-то так. Я уже вышла, попила своё пиво, и вы знаете, обратите внимание, что я, как приехала сюда, здесь было всё занято машинами, и которые рядом со мной стоят, вот я парковку здесь в самом углу нашла, и я, пожалуй, первая, которая вышла, они продолжают все сидеть. Вот это тоже, вы знаете, они обожают, просто вот сидеть в каких-то местах часами, приходят, заказывают себе кофе или ланч, и часами могут сидеть. Ну, в принципе, да, куда торопиться этим пожилым людям. А я что-то вот так вот не привыкла, вы знаете, сидеть вот. Меня всё куда-то несёт. и тут и подчинять, как и о том, так вот. И вот,